Добрый день, друзья! Добрый день! И сегодня очередная кухня инфодайвинга И мы привыкли, что именно этот формат Мы всегда расскажем, называем самые последние новости Но вся эта неделя прикована к одним новостям Все внимание людей приковано к Украине, и России, и Беларуси Ну да, все внимание Можем мы оторваться от этих новостей Но, наверное, надо уделить какое-то внимание все-таки и им тоже Потому что оно, конечно же, все это сказалось на нашей работе Сказалось в первую очередь как У нас есть такой великолепный чат мам И работа всю эту неделю велась достаточно активно И даже будут эпизоды, которые будут включены в книгу Парадоксальное восприятие И даже есть некоторые посты, которые выложены на наш канал в инстаграме Действительно, иногда просто по полдня сидел и рыдал Читая осознавание мам Настолько глубинные, настолько качественные Настолько трансформационные Чистые, да? Чистые Когда человек понимает суть Если игра случилась, то она случилась зачем-то И, наверное, имеет смысл быстро осознать зачем И завершить ее в своей жизни Для того, чтобы продолжать жить счастливо А завершить можно всегда через благодарность И мы неспроста начали с чата мам Мама, вам великая благодарность за эту работу Потому что она действительно, она помогала и вам быть на плаву И нам быть на плаву И на плаву быть всем Кто сейчас находится в Украине под бомбежками Кто сейчас находится в Беларуси в тяжелом напряженной ситуации Кто сейчас находится в Европе В чате мам Не было различий Не было различий, где ты находишься Работали и осознавали все И была невероятная поддержка Невероятная любовь Невероятная забота друг о друге Не было разделения на национальности Человек на самом деле не отвечает за то, что он родился русским, украинцем, белорусом Или немцем Или еще чем-то Кем-то другим, да? Евреем Человек родился уже с этим в паспорте И гнобить, осуждать его Или снизводить в разряд худших или лучших И воевать на этой теме Это, наверное, самое глупое, что можно придумать Но такое случается Воины случаются на национальной основе И когда мы смотрим на конфликты На военные конфликты Конечно, имеет смысл видеть их широко Видеть целостно Но целостно тогда придется Тогда придется окунуться в ту шизу, в которой сидим мы Информационную карту Как информация сохраняется в подсознании Как она передается Каким образом формируются кармические все эти вещи Мы вот сейчас в этом очень глубоко сидим Все это через мир мертвых делается Но это тема отдельная, совсем сумасшедшая И какие-то вещи мы раскроем на лекции в апреле На закрытые лекции Потому что это очень серьезные вещи Но когда мы видим целостно, мы понимаем Что нельзя оторвать прошлый век от настоящего Нельзя оторвать то, что происходило во Второй мировой От того, что происходит сейчас Но если начать это говорить публично То большинство людей нас просто не поймет Вообще никак не поймет И, наверное, некоторые вещи проще объяснять по подобию И вы уже сами потом масштаб увеличите Может, все развернете Ну вот давай по подобию возьмем Капризный ребенок Вот капризный ребенок Капризничает, да? Он начинает капризничать Ему это предлагается А он продолжает капризничать Ему не угодить Окружающие его родители Или кто-то там, допустим, где-то в садике, в школе Они сначала терпят, терпят, подавляют Где-то что-то стараются как-то урезонить Не получается Он продолжает бухтеть В итоге, что происходит? Вот это бухтение, злость На окружение пошло Оно уже там начинает Оно как вот этот Волны передались, да? Напряжение Все, оно уже начинает Окружение уже не может выдержать Лопается терпение Все, начинает окружение Что? Этого ребенка Либо там ругают, кричат Либо бьют Ну что угодно, да? Даже бьют, да? Все, что угодно И что тогда? И что тогда? Как выровнять эту ситуацию? По-любому Ребенок из окружения Получит ответочку По-любому Но есть два варианта Он получит хорошую оплеуху Да? Чтобы успокоиться Или же он увидит Вот это окружение И начнет успокаиваться Сам Внутри себя баланс Находить Осознает свое Капризное состояние И что тогда? Он выравнивается И окружение Постепенно выравнивается Но он все равно От окружения Уже получит Какие-то оплеухи Но не такие сильные А окружение Получает от него От него получает Своего рода оплеухи То есть они уже обменялись Злостью Да Они обменялись негативом Да Возьмите точно так же По образу подобия Взрослого человека Вот человек Проснулся недовольный Да Он проснулся Ходит недовольный Он бухтит Бухтит Где-то хрк Хрк на кого-то Хрк Да Окружение Окружение тоже сначала Но оно начинает Уже волноваться Волна А в какой-то момент Он Аварии у него Начинаются Там неприятности Все что хочешь То есть на него Пошла уже волна И в этот момент Он что делает Он либо Если он совсем Болван-болваном Он продолжает Идти рога-врога Да Либо он начинает Осознавать Что это такое Это значит Во мне что-то И перестает Нервничать То есть перестает Внутри находит баланс Ну Выравнивает свое состояние И у него Постепенно выравнивается Ну вот смотрите Когда мы это видим На образе Взрослых и детей Или взрослых и взрослых Становится очевидным Наше подсознание Когда формирует Вот эту историю Их взаимодействия Для чего-то Зачем-то Оно сразу закладывает Либо обе стороны Изменились В процессе Вот этого волнового Движения Передачи информации Друг к другу Либо Они Деградировали И остались Там на прежнем уровне Да Или еще хуже Да То есть Есть либо рост Либо подъем То есть Изменение состояния И в любом случае Игра завершается Только Когда И одна И другая сторона Осознали И пришли в равновесие В благодарность Именно через благодарность Приходит равновесие Ребенок Благодарен Родителям За то Что они его воспитывают Растят там И так далее За то Что ему покупают Кушать Сладости Игрушки И так далее Родители Благодарны Ребенку За то Что он есть Если это взрослые люди Наступает благодарность Ты мне отразил Вот здесь и здесь Я был неправ А здесь Вот здесь Вот здесь Я создал Вот это То есть Каждый понял свое Каждый осознал свое Кто-то на уровне понимания Потому что Особенность не работает Кто-то на уровне осознания До того Глубинно дошло И у него Эта информация Полностью ушла В подсознание Сархивировалась И история завершена Уже больше в его жизни Таких историй не будет То есть Подсознание Любую историю Рассматрит с позицией Либо Вин-вин Выиграл-выиграл Либо проиграл-проиграл Других вариантов В подсознании нет В подсознании не бывает Ты Выиграл А ты проиграл А если мы возьмем Глобальный масштаб Например бизнес Я сделал нечестную сделку Я там сорвал куш денежный А тебя опустил в минусы Я выиграл Ты проиграл Часто бывает? Часто Как вы думаете Этот бизнес долго просуществует? Такой? Нет Обычно мошенники действуют Таким способом И все заканчивается Либо тюрьмой Либо болезнями Либо-либо-либо Что-то случается То есть подсознание Выровняет этот дисбаланс Точно так же Если мы возьмем большой масштаб То есть это большой информационный Тор Точно так же и в войнах В войнах не бывает победителей В войнах бывают проигравшие И проигрывают Вот если начался уже Рога-врога конфликт Да Если уже пошли Вылеты из игры Гибнут люди То все Проиграли обе стороны И все Кто еще участвовал Они тоже проиграли То есть выигрыша нет Есть волновое движение Которое заставило Измениться среду И эта среда Будет колебаться И меняться До тех пор Пока не будет Осознанна благодарность И я хочу Задать только Один вопрос Вот людям На подумать Совсем сумасшедший Вот вообще Который не вписывается В каноны Вообще цивилизации Да Нашей Скажите пожалуйста Вот прошла Вторая мировая война Мы видели Очень много парадов победы Всегда чествовали победителей Всегда вгоняли В состояние Вины побежденных Скажите Вы хоть раз Слышали слова Благодарности Другу Со стороны побежденного И тем более Со стороны победителя Как вы думаете Наше подсознание Завершает эти военные истории Если нет благодарности Как вы думаете Те люди Которые участвовали тогда Они сейчас участвуют В этом же Их души Скажем Ну Может быть Мистически А если мы разложим То как Перебрасывается Информация Из тор В тор То мы на очень Многие вопросы Сможем ответить Абсолютно Осознанно Но тогда Для каждого Станет очевидным Что главная задача Остановить Костер войны Остановить его Сказать Стоп машина Стоп Не должен ни один человек Погибнуть И Это все Завершить Через благодарность Но тогда Возникают вопросы Вот которые У меня возникают Скажите Вот когда горит дом Вы дом Можете потушить Бензином Порохом Еще чем-то Нет То есть дом Можно потушить Охладить Водой Ну или дать Догореть Или еще как-то Но Если вы туда будете Плескать бензин Он будет гореть Да Надо помочь Пострадавшим То есть это Медицинская помощь Это лекарства Это принять в больницу И так далее Схвастны Это помощь А поставки оружия Это бензин И На сегодняшний день Например Для того Чтобы Меньше людей Участвовало В конфликте Да Ведь Например Те же самые Русские мамы Они же не хотят Чтобы гибли их дети Ведь Они же Не хотят Чтобы они шли на войну Но по закону Их могут призвать Ну на сегодняшний день Несколько я знаю Еще не призывают Но могут призвать Там Мобилизацию Например Объявить Ну вон ДНР И ЛНР Объявляли мобилизацию Мать не хочет Чтобы служила Скажи Чтобы служил ребенок Она готова Его отправить На другую территорию Скажите А тогда Ограничение Полетов И Замыкание В замкнутом Пространстве Детей Вместе с матерями Нет Мы не дадим Тебе Вывести Ребенка С территории Скажите Это помощь Или это Вовлечение В конфликт Ребят Надо просто Думать головой Надо всегда Смотреть И думать головой И исходить Из разума И есть вещи Которые Видны Очевидно Все Уже Проигрывают Все Надо сделать Так Чтобы машина Остановилась Сказать Стоп И завершить Эту игру С благодарностью И опять я хочу Благодарить Наш чат Мам Потому что Очень многих Мам Не выдерживали Нервы И Вы видели Какие были И нападки И наброски И друг на друга И попытка Слить эмоциональное Напряжение Но когда Переводишь Это на другой Образ Убираешь С войны Нету Здесь победителей Нету И их нету Не может быть Здесь парада победы Все Проиграли все Когда переводишь На горящий дом Когда переводишь На На другой образ То мамы Начинали Поддерживать Друг друга И помогать И смотрите У нас в чате Оказалось Очень много Украинских мам И очень много Украинских детей И была Невероятная Поддержка Не национальная Не какая-нибудь Невероятная Поддержка Друг к другу И смотрите Какие темы Открыли наши мамы В процессе работы Мамы Я вам настолько Искренне благодарна Вы даже себе Представить не можете Вот Сегодня проводится Много тренингов На тему предназначения Люди платят деньги Расскажите мне Что мне делать Как мне развивать Свой бизнес Или какой мне бизнес Открыть Или еще что-то В чем мое предназначение Что мне Какая миссия у меня В этой жизни Мне очень понравилось Как написала Одна мама Вот сижу я В бомбоубежище И думаю Вот если я останусь Жива И становится ясно Что я буду счастлива Делать все Что угодно Потому что Я осталась Жива И я буду ценить Этот труд И тогда я буду Благодарить жизнь И себя За то Что я могу Это делать За то Что у меня Есть жизнь Представляете Какова ценность Жизни Тогда И тогда некогда Сидеть Ковыряться В носу Расскажите мне Про мое предназначение Дура Иди И делай что-то У тебя есть тело У тебя есть жизнь И не задавай Глупых вопросов И если ты Сконцентрируешь Своё внимание На том Что ты будешь делать В счастье В радости То у тебя Будет там результат По-любому будет И счастье У тебя там будет Если ты его Туда заложишь И радость Там будет Если ты туда заложишь И тело будет здорово Потому что оно Нужно Для игры А не для того Чтобы сидеть на диване И сдыхать От безделия И только лень И ложь Самому себе Дает возможность Потом Иметь тренинги В чём моё предназначение В чём суть Моего бытия А давайте я посижу У медитации И скажу Ом Ты для этого Приходила в эту игру И вы знаете Если мы начнём Говорить о ценности жизни Я бы хотела Чтобы Вот каждый из вас Сделал такую Небольшую практику Просто попробовал Прочувствовать это На своём теле И тогда взгляды На многие вещи У вас там Будут другими Ну не такими Может быть Ну пускай не такими Как у нас Да Мы вообще Вывертываем наизнанку Мы видим всё Из подсознания Но во всяком случае Будет возможность Приблизиться И посмотреть Вот смотрите Представьте Что вы в симуляции Это игра Half-life Вы пришли Вы ходилка Стрелялка Вот вы можете Посмотреть на себя Вы получили это тело И воспринимаете Вот этот Half-life Как ходилка Стрелялка Вы не осознаёте Тем сознанием Который сидит За компом Но вы полностью Вот в этой игре Так вот Если вы в это время Переключите внимание И посмотрите на себя С позиции С позиции того Сознания Управляющего За компьютером Как вы думаете Что вы будете Больше всего Ценить в жизни Вы будете думать О национальности Вы будете думать О декорациях Вы пришли В игрушку Чтобы сыграть У вас есть задача И вы хотите В этой игрушке Сделать то 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 Грубо говоря Построить дом Реализоваться Проявиться Изменить эту игрушку Так чтобы остаться В памяти этой игрушки Да Еще что-то Да Жизнь сделать свою Вечной в этой игрушке Не теряя тела У вас есть свои задачи Открытия Изобретения Творческие прорывы Каких хочешь Да Вот вы пришли Каждый со своим бредом Вы уже пришли И этот бред знает Вот тот кто Вы есть на самом деле Да Тот бог Который на данный момент Спит вроде как Отключен Но он то есть Да Вы то бог по сути своей Вот тот кто сидит за компом А вы в этом компе Вот попробуйте Прочувствовать Все эти истории Жизнь с позиции Вот этой ходилки Стрелялки Которая Имеет связь С управляющим сознанием Своим же собственным Да И тогда И тогда Вдруг станет ясно Вот вы начинаете игру Приходите И тут видите Что вот Бежит рота там Коллективного Да Рота И вдруг кричит Ты побежишь с нами Там митинг Там та 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 Мы будем громить Каши И вы смотрите Это не совпадает С моей задачей Пробегая мимо Я тут же вспоминаю Золотухина Этот фильм Власть меняется И так Через перекресток Только Тут буденовцы едут Тут бандиты проезжают И каждый раз Власть меняется Так вот Вы будете смотреть Так Это не моя игра Потом следующая игра Вы смотрите Опять Тыг-дыг-дыг-дыг-дыг Толпа какая-то Бежит и предлагает Побежали там На тех землях Можно в войне поучаствовать Вы так смотрите А мои планы Входила жизнь Творчество Реализация Музыка Еще что-то Вы смотрите Нет Там они моя игра Я ее убираю Вам предлагают Да как же Ты с нами не пойдешь А землю защищать А декорации А ты там Добрано живешь Еще четко А это с вашим планом Нет Ваша жизнь Дороже любых декораций Любых домов Любых земель Любого всего Потому что Вот в моменте Здесь и сейчас Вы цените Больше всего что Движение Вашего тела Возможность Двигаться Возможность Реализовываться Возможность Проявляться Прочувствуйте Кто играет На компе Вот прочувствуйте О чем я говорю Просто до глубины Прочувствуйте И вы поймете Насколько Вы в реальности Это дело Подменили И лжете себе Играя в чужие игры Полностью забыв Кто вы И зачем вы пришли Сюда И вы ждете Чтобы вам Кто-то рассказал О вашем предназначении Так вот Господа Иногда Бомбоубежище Имеет смысл Поблагодарить Как благодарили Наши мамы Потому что Пришло осознание Мне не надо Бомбоубежище Для того Для того Чтобы это Осознать Я уже Осознаю Все Эту игру Что если бы Это будет Это будет Служить механизмом Для запуска Родовых Программ Которые Уберут Уберут Стали из Европы Захват внимания Я Внимание Человека Он ведет В дальнейшем Через внимание Захвату сознания Вот откуда Природа Психоза И если В это время Человек Заболевает И выделяет Сознание На болезнь То вот Это вот Сознание Уже идет Тяжелым Обремененным Сознанием В следующий день И вы Господа Уже в следующей жизни Имеете реальные Психические расстройства И болезни А это уже Разрушение Вашего Я И это уже Возможно Чревато Прекращением Инкарнационного Цикла А захваты сознания Это Одни из самых Страшных Психических Расстройств Которым Тяжелее Всего Работать То есть Не допустите Этого Вы же Люди Вы же Можете сказать себе Стоп Это информационная Атака Атака Может быть Любой Ваша задача Не встать Ни на одно Крыло Ни на другое А остаться В моменте Здесь и сейчас Вы видите Солнце Вы видите Где дома Большинство Людей Те Которые Мне писали В личку У них Не было Бомбежек У них Не было Ничего Но у них Были психозы Ребят Скажите себе Стоп Просто Скажите себе Стоп И в этот Стоп Войдите в момент Здесь и сейчас И поблагодарите Себя За то Что вы имеете И потом Начните Заниматься Делом Лучшее Спасение От информационных Атак Это закрыть Их с благодарностью В течение Дня Ночью И сформировать В следующий День Это одна Тема А следующий Шаг Заняться Делом Пришла Весна Отлично Не можете Удержаться Не можете Оторвать Внимание От какого-то Чата Берите Лопату Идите Копайте Идите Снег Убирайте В зависимости От того Находитесь Идите Гуляйте Идите 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 Двигайтесь Двигайтесь Таким образом Вы помогаете Никому-то Вы помогаете Себе Сохранить Своё Физическое И психическое Здоровье Это одна Часть Марлезонского Балета Второе Вы убираете Своё Внимание С горячих Точек И вы Не подливаете Переключаете Переключаясь И вы Не подливаете Бензинчика Уже В имеющихся В имеющийся Огонь Который Уже Есть Уберите Внимание И вы Не будете Создавать Ухудшений Потому что Держать Внимание И думать Я Я сейчас Туда Пошлю Я сейчас Туда Пошлю Радость Любовь А сама Сидит В злости И не знает Кого Пришибить Или как Мне пишут Почему Вы не Расстреляете Почему Вы не Убьёте Почему Вы не Повоздействуете Почему Вы не Запустите Инфополе Ещё Чего-то Ребят А разум Где Вы в кого Эти пули Запускаете Ваше Зеркало Кто За это Отвечать Будет Вы Сознание Едино Оно одно Оно играет В игру На данном Случай На уровне Злости И агрессии На уровне Капризного Ребёнка Ребёнок Вместо того Чтобы хохотать И дёргать За струны И ловить Кайф От этой Симуляции От этой Игрушки Под названием Жизнь Эта игрушка Написана В счастье Для того Чтобы ловить Кайф Ребёнок Раскапризничался И на сегодняшний день Он даёт Тумаков Ему даёт Тумаков Он даёт Тумаков Ему даёт Тумаков Подождите Давайте остановим Это Задумаемся И он поблагодарит Его поблагодарят Он поблагодарит Его поблагодарят Но тогда Господа Нам придётся Вспомнить И Хиросиму Нагасаки И поблагодарить Тех Кто бросал Бомбы И замечу Не понёс Ответственности За это Не случилось Но при этом Он несёт Эту ответственность Уже не одну жизнь И будет нести Дальше Только проживая В вывернутом Варианте Конечно Мы говорим Сейчас шизу Чем вы докажете Давайте поговорим Об этом Когда мы будем Читать лекцию О мире мёртвых Вот мы Эту часть Разрисуем Вам Как перебрасывается Информацией И кто что Проживает Конкретно И тогда Вы будете видеть Имеет ли смысл Плевать В свой собственный Колодец Потому что Тот кто плюёт В первую очередь Придает себя Игра Игра Она может Завершиться В одном случае Вы можете Попрощаться С игрой Когда вы Завершили Её Благодарности После благодарности Вы можете Попрощаться Давайте возьмём Русский язык Он великий язык Попрощаться Попрощаться Кого мы прощаем Прощать Ся Прощать Себя То есть Мы убираем Убираем Травму Предательства Себя Это единственная Игра Образующая Травма Которая есть У нас В психике Не те Которые Описаны Лисбургой Или кто там Описывал Их пять штук Так вот Нет Этих травм Нет Так вот Есть одна Когда появляется Вся Когда мы Предали Себя И вот Надо простить Себя И лучший инструмент Здесь анкеты Осознания Вы можете Воспользоваться Нашими наработками У нас есть Свои анкеты Осознания Вы можете Воспользоваться Радикальным Прощением Колина Типпинга Это мировой Бестселлер Можете Отыскать Эти книги Почитать Заодно И заполнить Анкеты Можете Просто Вести Дневник И ручкой Тетрадкой Работать Описывая Выписывая Все что вы Чувствуете Не думаете А чувствуете Сейчас Думать Это программа Ума Это отделенность Это зацикленность Что вы чувствуете Для того Чтобы включить Разум Разум И чувства Соединены А ум Соединен С эмоциями Поэтому эмоции Разворачивают Внешние игры Он может Только Наружу Сделать А глубинный Разум Он соединен Всегда с чувствами И поэтому На бумагу Выписывается Чувства И вот Когда вы Эти вещи Начинаете Осознавать И чувствовать Вы осознаете Что на уровне На уровне Единого сознания Все игры Мы можем Завершить Только тогда Когда мы Выводим Благодарность И когда мы Выводим Их Прощение Себя Это кусок Работы Но тогда Вы по-другому Посмотрите На любые конфликты На любые Переговоры На любые Истории Которые Сегодня Есть Можно еще По образу И подобию Взять Погремушку В руках Ребенка Погремушка Он играет Он ее Играет Играет Гремит 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 У нее Постоянно Идет движение Вибрация И можно Эту игрушку Не добивать До конца А взять Увидеть Что ребенок Дать ему Грубо говоря Вот он играет С этой игрушкой И чтобы он ее Не разбил Вот он уже Наигрался Подарить ему Другую игрушку А эту положить Но она целая Останется А можно Не давать Другую игрушку И он будет Греметь Греметь До тех пор Пока она не лопнет Вот так же И мы тоже Наша игра Которая сейчас Развернута В мире Она гремит Она будет Греметь До тех пор Пока мы Не осознаем И нам Не надоест Но мы можем Ее и разбить Эту игрушку Вот она Перезагрузка Цивилизации А можно Осознанно А можно Осознанно Ее поблагодарить Уже прошло Время Мы осознали Благодаря ей Наигрались Отложить И взять Другую Создать Другую Игрушку И играть В эту игрушку Уже Но при этом Мы разовьемся При этом Мы вырастим Наше сознание Оно изменится Перейдет 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 на другой Уровень Но до тех пор Пока мы Гремим В одну игрушку Мы не развиваемся Мы ее просто Тупо Калашматим До тех пор Пока она Не лопит А сознанию Человека Есть куда Развиваться Господа Давайте Вот просто Честно Посмотрим Просто честно Я примитивными словами Буду приводить Образы Как видит Подсознание Вот есть Сознание Человека Уровни сознания Уровни сознания Когда Опираются На шкалу Хокинса Это шкала Эмоциональных Состояний Хокинса Описана Шкала Эмоциональных Состояний Это не уровни Сознания Когда мы Опираемся На уровни Сознания Мы видим Вот сознание Человека Вот сознание Живого Вот сознание Насекомого Давайте посмотрим Сознание Человека Предполагает По образу И подобию По сути Своей Человек бог да так вот у человека есть речевой аппарат и суть человека она четко с этим аппаратом связан да то есть наши слова они образующие реальность и не образующие даже если посмотреть через над сознание это вот люди договорились и что-то сделали вместе вот она образующие создающие сознание да если мы смотрим через подсознание то даже просто заявки слова проявленные у нас глубинах психики до записаны в глубинах психики как приказ как образ как что угодно они именно через слова идет идет суть выжимка которая проявляется в дальнейшем реальность то есть человек произнося слова создает это сознание человека если люди не могут договориться значит речевой аппарат неэффективен значит не сознание человека потому что сознание бы человека использовала речевой аппарат и договоренности если мы имеем войну значит этот уровень неэффективен идем дальше животное уровень сознания скажите пожалуйста вот недавно облетел ролик хороший youtube и instagram там леса выкармливает медвежат просто в лесу стоит лица у медвежат кибла медведица и она их выкармливает и она не боится что они вырастут и задерут эту лесу могут же она же не отказалась не бросила их и животные никогда не пускают они сохраняют потомство до последнего вот если уже совсем не могут тогда они дадут погибнуть потомство но они его не бросят на съедение они его защищают до последнего скажите пожалуйста конфликте в данном какие парни гибнут в каком возрасте дети еще дети до 20 скажите это животный уровень сознания вы просто честно вы можете нам не надо говорить об этом мы эти вещи из подсознания видим подсознание как это видит не животные пошли ниже уровень насекомого а насекомые пытаются своими личинками выпихивают свое потомство да господа да господа вот это тот уровень уровень жука скоробей описаны нами в коллективном бессознательном тот уровень который сегодня доминирует в коллективном есть смысл подумать а имеет смысл человеку развиваться от насекомого до человека до бога и когда мне пишут скажите мне такую практику чтобы я так раз и у меня как у бога получилось а ты этот путь проделал или ты думаешь что его за один день проделать это кусок развития сознания есть к чему стремится господа сегодня есть и литература и тренинги и все можно этот путь проделать и можно оставаться человеком до последнего но тогда надо будет признать что сознание едино у него есть разные уровни развития но она в принципе едино и так это ну наверное ответы на самые душесчипательные вопросы за эту неделю что у нас еще было интересного на этой неделе на этой неделе мы разобрались немного с книгами уже мы ожидаем поступления книги александра зайцева у нас идет очень много заказов на книги есть уже есть напряженность с некоторыми книгами то есть нам их не до издали и пока задерживают в издании мы надеемся что мы за этот месяц этот вопрос решим потому что мы не можем следующую партию заказать и вот эти заказы что сейчас идут пока у нас остаются последние пачки поэтому если вдруг какой-то момент вы увидите что задерживается книга это не значит что мы ее не поставим ее поставим значит мы не успели ее забрать из издательства да потому что они у нас уходят вот нам их привозят они у нас уходят их от их быстро отправляют вот далее ребят это по книгам и скоро будет книга александра зайцева уже в печатном варианте и скоро она увидит своих мам первых мам кому сказали 10 мам кто получит наш подарок и и еще дополнительный подарок это будет потом следующее мы рассчитываем что уже к концу месяца мы все-таки сможем издать книгу инфодайм глубина потому что она ждет и мы уже подходим к конечному этапу книги инфодайм карадоксальное восприятие вот многие вещи по восприятию вот этому целостному восприятию когда ты видишь одновременно мы описываем и мир мертвых тоже мы описываем в этой книге то есть мы описываем причем совмещаем с геометрией совмещаем с информационными потоками мы понимаем что быть крайне тяжело эту книгу читать она будет издана малым тиражом но она будет она будет ребят она должна увидеть свет дальше иногда у нас возникают вопросы типа я хочу заказать у вас книгу а если что будет если отключат вас свифт вы либо заказываете ее сейчас как раз их не отключен либо не задавайте глупых вопросов если она нужна сейчас заказывайте а если вы чтобы поговорить об этом вы ведь их нас ответит да вы не задавая этот вопрос уже осознаете что может и такой вариант быть так зачем его задавать и вы решаете для себя живет для себя да не для на наши тренинги на сегодняшний день весь март оплачен да то есть уже предоплаченные не по-любому пройдут вы видите там на больших курсах и глубины там даже написано количество человек которые с отработкой без отработки и уже те люди которые регистрируются после того как написано без отработки это значит группа уже с переизбытком набрано поэтому сегодняшний день уже идет регистрация на апреле и вторая половина марта и вы можете со спокойной душой пока все прекрасно работает оплачивать прямо сейчас не боясь потерять тем более курсы меняются и потом это все вашей же валюте дорожает если вы из россии например вот или из беларуси поэтому вы можете платеж делать сейчас и просто дождаться потом времени проведения и у вас не будет этих вопросов но если отключат свифт мы найдем как решать я думаю что мир не остановится не умрет чтобы вы понимали к сайту сабришин прикручена та же платежная система что и убил авиа международного перевозчика то есть когда нам пишут не проходит платеж вы поймите это равносильно что вы бы писали авиаперевозчику что вы не можете оплатить но вы же авиаперевозчику не пишите не пишите у нас стоит ровно такая же система я понимаю насколько сложно нам было и установить насколько велика ответственность перед государством за то что мы ею пользуемся насколько насколько но она у нас есть и обращаясь к нам вы пользуетесь именно такой платежной системой соответственно когда я думаю вот отключить свифт что будет я думаю беловяш наверно найдет решение если него и найдет решение 완전 и у нас будет решение господа У меня почему-то спокойно. Поэтому я отношусь абсолютно спокойно, потому что я понимаю, что мы работаем с платёжным гигантом, и услугами этого гиганта пользуются гиганты. И это значит, мы не проходим по-любому. Мы защищены, потому что это всё работает. Поэтому нечего придумывать, но вы можете обезопасить себя и успокоить себя, не портить нервы тем, что вы перестрахуетесь и оплатите заранее. И вы будете участвовать заранее. И места для вас хватит. Потому что с отработкой у нас количество места ограничено на всех семинарах. Это точно так же, как взять игрушку. Опять-таки, да? И так интересно греметь, греметь. И интересно, она порвётся или поломается, если я буду продолжать греметь. При этом это берёт эту игрушку взрослый человек, да? Включаем разум. Знания есть. Далее. Сегодня у нас планируется очень интересное мероприятие. Во-первых, в 18 часов мы будем проводить, как всегда, вопросы-ответы стрим. То есть вы можете задать свои вопросы. Однозначно ответы будут на все донатированные вопросы. Там ссылка есть, как задавать через донаты. На те вопросы, когда остаётся дополнительное время, мы отвечаем и на обычные вопросы, которые на YouTube под роликом. Я смотрю только YouTube. То есть задавать ВКонтакте, Фейсбуке и так далее, где в соцсетях идёт, я там не смотрю. У меня есть только YouTube перед глазами. Поэтому вы можете задавать свои вопросы, и мы ответим на ваши вопросы. Если вы заметили под бум предыдущим стримом, когда мы разворачиваем проблему человека, мы разворачиваем её, как видит её подсознание. И когда мы объясняем человеку шаги, что, зачем надо проработать, это ровненько, это тот алгоритм, который есть в подсознании. Я даже Ирине предложила вот эти механизмы в дальнейшем, которые мы вот сейчас сами достаем. Нам это легко описать. На самом деле это просто, вот видишь, в каждом человеке вот такой путь, такой, такой, как образцы, чтобы они остались в психотерапии. Их имеет смысл описать, потому что человек этого не видит, начинает придумывать. А это реальная работа, реальные пути выхода из проблемы. Причём реальные. Это реально, подсознание так видит, и вы просто, вы не способны так воспринимать, потому что вы не дотренировались, чтобы вывернуть своё восприятие так, чтобы увидеть это. Но вы можете натренироваться точно так же, как мы. Это всего лишь тренировки, это управление, восприятие. Меняете восприятие и видите другую информацию. И вы можете видеть с позиции реальности, а можете видеть с позиции именно подсознания. Можете видеть с позиции мира мёртвых. А там тоже есть свои сектора. Поэтому там много информации всякой. Ваше дело, как вы будете воспринимать информацию И вот когда мы смотрим с позиции подсознания С позиции зазеркалия Именно там идет образование болезней То мы сразу видим пути выхода из заболевания Что надо для того, чтобы выйти, например Или из ситуации какой-то И даже был момент, за все время была одна переписка Когда женщина написала, что не, вы не попали А потом, когда мы начали переписываться Она написала, что точно я даже не подумала об этом То есть мы видим, раскладываем Человек не понимает, о чем мы говорим То есть даже вот насколько изменено восприятие Хотя вот человеку подробно показываешь Вот оно И не всегда слов хватает для того, чтобы действительно уловить Но мы всегда суть отражаем Поэтому если вам интересны вот такие беседы Вы можете присоединиться сегодня в 18 часов После этого вот такого общения У нас будет в 20 часов Коллективное погружение назад в молодость Чем отличаются коллективные погружения от практику Ну, во-первых, это час Это час практической работы Никаких теорий, ничего Вы просто делаете все то, как мы говорим Это напоминает медитацию Но при этом это все идет на уровне единого сознания Вы знаете наши привычки работать еще и с геометрией Вот на уровне единого сознания И есть моменты, где мы помогаем вам достигать тех состояний Которые крайне тяжело достичь самостоятельно Когда еще не проработана психика Когда еще жестко зафиксирована Как пока станет точкой сборки А вообще речь идет о восприятии Когда ваше восприятие не может двигаться И тогда мы вам просто помогаем его менять За счет коллективной работы И некоторые вещи помогаем Для того, чтобы у вас результат был выше Используя уже знания геометрии и масштаб по подобию Вот эти вещи мы часто пользуемся на коллективных погружениях Если у вас Плюс это возможность вам почувствовать И на себе прожить состояние инфодайминга Убрать страхи Потому что иногда человеку говоришь Мы ходим в себя А человек, как страшно, вдруг вы там бесов встретите Ну если ты бесов, так ты там себя и встретишь Нет, мы не об этом Вот И, ребят, у нас с завтрашнего дня Стартует программа Наверное, одна из самых сумасшедших И самых интересных Хотя, чем дальше влез, тем больше Да, мы Она называется «Ресурсы с теней» На самом деле Вообще теневая часть Это часть, образующая игру Но Когда мы планировали ресурсы с теней Мы планировали именно все, что связано с нашей непосредственно тенью Но за этой тенью есть немножко больше, дальше и лучше Вот об этом мы будем говорить на этом курсе Будет практическая работа Опять вы знаете, что мы будем работать с вами Мы берем 20 человек Группа набрана Уже на курсе значительно больше людей Поэтому остальные идут со скидкой Но они уже идут без отработки Так вот, когда мы набираем группу Вот эти 20 человек 20 историй Которые мы вам скажем Что вам надо будет подготовить Мы вам скажем Сегодня и в начале курса Времени хватит Не волнуйтесь Какая история 4-5 предложений нам понадобится И мы будем вместе работать И поднимать эти истории на зеркале Ходить туда, куда ходить людям нельзя И вести ту работу, которую Не сказать словами Не писать пером И не вырубить попором Я хотела сказать Очень сложно Тут либо говоришь Либо Либо говоришь Говоришь, но в закрытом доступе Понимаете, эти курсы не будут к открытому доступу Я не могу эти вещи говорить на открытой аудитории Потому что я не успею сказать пару слов Как мой муж сразу скажет Вы что, по вам новинки плачут Но, ребят, ну, а как вы думаете За счет чего берется результат? Святая Дева Мария нам помогает? Или Бог седьмого облачка? Нет Они здесь ни при чем Это сознание человека Сознание человека создающее То единое И человек есть Бог по сути своей Насколько чисто это сути способно Быть Богом в моменте здесь и сейчас От этого зависят его психические способности Это факт И никто не заставит меня поверить во что-то другое Это факт Но действительно освободить суть Быть чистым Видеть все через чистое зеркало Отражать через себя Как через прозрачное стекло информацию Не цепляя ее Это другая тема Опять-таки на этом курсе Станут вопросы бессмертия Мы можем описать вообще весь принцип Каким образом тело человека Может прожить 3000 лет И там много таких моментов Которые сумасшедшие Которые не вписываются вообще По канону человеческого восприятия Ну можно сказать фантазии Но это ваше дело Вы можете верить Можете не верить Вы можете болеть Можете не болеть Вы можете Это ваш выбор И мы никого ни в коем разе Не вовлекаем И так далее Человек сам выбирает Он развивается или нет Он позволяет себе или нет Он принимает себя или нет Потому что это все моменты Образования игры Осознанной И не осознавая Как образуется игра Я там кинули звать на образ И он у меня проявится Может проявится Может ты себе собрешь Но вероятность того Что ты собрешь 99% 1% что проявится А на самом деле Должно быть наоборот Но это только в том случае Когда зеркало чисто Когда информация проходит легко Поэтому вот эти все вещи Мы им учим Мы их показываем Мы их описываем в книгах Многое остается в записи То, что мы можем оставить в записи Но когда мы работаем из глубины Запись остаться не может И соответственно И то, что мы там объясняем Оно не может остаться в записи Ну вот, наверное, на сегодня И все Помним о том, что все игры Завершаются В благодарности Мы прощаемся И выравниваемся Через благодарность И через благодарность Мы создаем новую игру И таким образом Состояние благодарности В вашем сердце Полностью Переключая Вас Из участия в коллективных играх В свои игры И тогда Не надо будут психозы Не надо будут чужие чаты Не надо будет А те люди, кого вы хотите поддержать Вы просто возьмете И поддержите Свои любови Своим равновесиям Своим равновесиям До встречи, друзья На следующем эфире Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok